Сегодня в Азербайджане президент Казахстана Такаев, который дал интервью азербайджанскому медиа, в котором в частности заявил, что в портфеле между, скажем, двумя странами в межгосударственных отношениях имеется ряд проектов, имеющие важное значение для как Азербайджана, так и Казахстана, включая расширение пропускной способности трансканаспийского международного транспортного маршрута, прокладка волокон оптической линии связи, энергетического кабеля по дну Каспийского моря, экспорт нефти и урана через Азербайджан, поставки пшеницы из Казахстана на азербайджанский рынок. Плюс ряд совместных инициатив нацелен на укрепление культурных связей и увеличение туристических потоков между двумя странами. Надо сказать, что это второй визит господина Такаева за последние два года. И, собственно, за время его пребывания в статусе президента страны. Как вы оцениваете визит господина Такаева? Действительно ли это визит не просто, скажем так, церемониальный, а он носит, как говорит господин Такаева, абсолютно реальное содержание? Спасибо большое за то, что пригласили. В первую очередь хотел бы сказать, что сегодня президент Казахстана Касамжамар Тукаев посетил с официальным визитом в Баку. И составилась и расширенная встреча, и встреча с президентом Азербайджана, Ильхамом Алиевым. Тут надо обратить внимание на некоторые детали. Во-первых, это в первую очередь улучшение отношений Азербайджана со странами Центральной Азии. Это мы наблюдаем не первый год. Это последовательная политика, которая проводится между Азербайджаном и странами Центральной Азии, как вы знаете, последние несколько лет отношения между Азербайджаном, Казахстаном, между Азербайджаном, Узбекистаном и другими странами, и Кыргызстаном в том числе, они развиваются с очень хорошей скоростью. И это означает то, что и визиты, подписание ряда документов и участие в совместных проектах, в основном это экономических проектах, это все давно продуманная политика этих государств. И мы уже в этом году и в прошлом, и в последующем году мы видим просто плоды тех договоренностей, тех соглашений, которые были уже несколько лет назад. Смотрите, так получилось, что последние события в мире, которые происходят в том числе и в регионе, нестабильная ситуация, все это приводит к тому, что маршрут между Азией и Европой прокладывается уже не по многим каналам, не по многим маршрутам, дорогам, а их становится все меньше и меньше. То есть тут и войны, и нестабильные ситуации, и другие события, которые происходят, к сожалению, в мире, в частности в регионе, все это приводит к тому, что Азербайджан так получилось, что уже становится одним из главных, я бы даже сказал, что хабов и маршрутов между Европой и Азией. И учитывая развитие экономики стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и спрос европейского рынка, европейских стран, я бы даже сказал, что нужда таких партнерств между Европой и Азией приводит к тому, что Азербайджан, как стабильная страна, как страна, которая уделяет огромное фане развитию транспортных путей, развитию экономических связей, становится центральным игроком в этой, скажем так, большой игре. Господин Ахундов, как вы оцениваете перспективу тюркской интеграции? Вообще следует ли ожидать, что на базе тюркских государств будет что-то создано, скажем, украинскими словами на кшталт, то есть похоже на, скажем, F2, European Free Trade Association, то есть Европейскую ассоциацию собственной торговли, либо, может быть, Европейский союз. То есть там зависит все от степени интегрированности, наличия институциональных структур и прочее. Как вы считаете? Это было бы, конечно, хорошо. Но, смотрите, организация тюркских государств, ОТГ, это организация, которая только-только встает на руки. То есть если несколько лет назад она носила чисто, я бы даже сказал, формальный характер, более того, культурный характер. То есть страны там обсуждали не такие глобальные вопросы, как обсуждают сейчас. Но сейчас ОТГ постепенно превращается в действительно важную и мощную структуру. Было бы замечательно, если бы в дальнейшем был бы какой-то определенный тюркский союз, учитывая религиозные, национальные, культурные и этнические связи между народами, начиная от Турции, заканчивая странами Центральной Азии, вот весь этот регион. Это, конечно, было бы очень здорово, но пока что это невозможно по ряду причин. Первая причина – это то, что, опять же говорю, ситуация, в которой мы сейчас находимся, то есть если вы говорите, как Евросоюз или как другие организации, которые объединяют множество стран, и иметь влияние такое же, как Евросоюз, пока что не получится, потому что, во-первых, Евросоюз, формирование Евросоюза происходило много-много лет, и тут есть несколько причин. То есть если мы посмотрим на историю создания Евросоюза, то есть между... То есть эти страны, которые основали Евросоюз, и всё это происходило в зачаточном, когда это всё было в проекте, то тогда страны могли... имели абсолютно чёткую позицию, мирную ситуацию после Второй мировой войны, и была общая цель. То есть мы понимаем, что тогда мир делился на два лагеря. Это лагерь, скажем так, Советский Союз и его сателлиты, и Соединённые Штаты со своими союзниками, в том числе и в Европе. У нас сейчас биполярного мира не существует, мир уже не биполярный, поэтому сейчас есть несколько игроков, которые имеют своё влияние. Например, если мы возьмём Китай, то Китай, конечно же, очень много инвестирует в страны Центральной Азии, и в последнее время их двусторонние связи, двусторонние отношения очень сильно развиваются. Но если взять другие страны, например, Турция или Азербайджан, то, конечно же, они не такие стратегические партнёры Китая. И, конечно же, если будет создан такой союз, то станут немножко разнятся в своих позициях, в своих... И тут имеет огромное влияние ещё и экономика. То есть это возможно, наверное, в будущем, через несколько лет мы можем об этом говорить, но сейчас говорить о том, что ОТГ может стать мощнейшим союзом, который объединит все тюркские миры, который будет иметь огромную силу, армию и всё такое, про это и даже нижнюю единицу общую. Пока что объединение экономикой и политической ситуации к этому не предрасполагает. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революцию позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Мурат, вы опытный в том числе и журналист, ведущий. Вы, я так понимаю, работаете, правильно, на телеканале CBS? До сих пор, правильно? Вы работаете на телеканале CBS. CBS – это телеканал, который я стал последние несколько месяцев смотреть. С тех пор, как я стал всерьез заниматься Азербайджаном, мне безумно интересна эта страна. И я очень часто смотрю CBS. И мне очень интересно, потому что... Ну, я знаю, как устроены медиа, и мне интересно как бы пытаться посмотреть подтекст и контекст, то есть как преподносится та или иная информация. У меня будет к вам такой вопрос. Вот сейчас перед Украиной стоят, в общем-то, те же цели, которые стояли перед Азербайджаном – это деоккупация своих территорий. И понятно, что в условиях войны, и Азербайджан, и Украина... То есть Азербайджан уже завершил этот процесс, Украина ведёт войну за восстановление своей территориальной ценности после оккупации Нексии части своей территории со стороны российских оккупантов. Безусловно, выстраивается некая авторитарная модель, которая более гибкая, которая позволяет принимать более оптимальные решения, которая всё-таки позволяет управлять страной в условиях внешней агрессии. И, безусловно, это не может не отражаться на подходе государства к средствам массовой информации, потому что говорят государственные и частные средства массовой информации к тому, как себя ведут журналисты. Я обратил внимание, что и политологи, и журналисты в Азербайджане себя очень всегда аккуратно и выдержанно, сдержанно ведут. Украинские политологи, журналисты не привыкли так себя вести. Не привыкли, и всё. И вот, скажем, поэтому сейчас очень много эксцессов в Украине, связанных, так сказать, с недержанием языка со стороны некоторых журналистов. Просто это становится приметом расследования со стороны службы безопасности Украины и так далее. Вот какое главное правило вы для себя, как, скажем, журналисты, выработали, чтобы не навредить, ни себе не навредить, не навредить азербайджанскому обществу. Но вместе с тем оставаться аналитиком, оставаться политологом, оставаться человеком. Аналитик и политолог – это человек, который всё-таки привык говорить, и привык говорить не казённой речью, а говорить как-то более доходчиво до публики. Вы понимаете, о чём я говорю? Но вот какие здесь, грубо говоря, правила, на ваш взгляд, самые главные для журналиста в условиях, скажем, некой авторитарной модели? Смотрите, я с вами и согласен, и не согласен, потому что ситуация между, то, что происходило между Азербайджаном и Арменией, и то, что сейчас, к сожалению, происходит между Украиной и Россией. Вы знаете, я несколько месяцев назад посетил Украину, меня пригласили на один форум, и хоть и с большим трудом я приехал в Украину спустя много лет. Это был мой первый визит после начала войны в 2022 году, и мне удалось побывать несколько дней в Киеве, и даже был случай, когда я очень рано утром в отеле раздался звук, похожий на взрыв, то есть сработало ПВО, и сразу после этого прозвучал сигнал, мне пришлось спуститься и у меня были какие-то определенные флэрбэки. То есть я активно работал в СМИ в 2020 году, когда у нас происходили события и последующие события, которые были и сейчас. То есть война в Украине чуть-чуть отличается, конечно же, и по философии, скажем так, войны между Азербайджаном и Арменией, но если взять в общем, конечно же, деоккупация земель, это первое, скажем так, общее, что есть между Азербайджаном и Арменией, между войной 2020 года и сейчас продолжающейся войной в Украине. Смотрите, то есть то, как мы работали, мы работали так, как мы привыкли. Я понимаю, что я очень много читаю в СМИ в Украине, очень много смотрю шоу, определенные знания языка, украинского языка, мне позволяют понимать то, что говорят эксперты, в том числе на украинноязычных каналах и YouTube-каналах и так далее. Есть определенные... То есть по мне, то, что для меня, скажем так, тика, вот я бы даже сказал, тика, это то, что даже в условиях, таких тяжелых условиях, когда ведутся просто невероятные боевые действия и когда в принципе все понятно, то есть все понятно, есть определенные люди, и в том числе, к сожалению, это не просто какие-то блогеры или что-то еще, это никому неизвестные провокаторы, а действительно находятся журналисты, которые, я не знаю, по какой-то причине, они начинают нести абсолютную ересь на телеканалах, не бывает, я читаю статьи, то есть я понимаю, что финансовая часть определенно присутствует, то есть если пройти открыто, то как устроена политическая система в Украине, более-менее мы понимаем, то есть после развода, особенно в 90-х, 2000-х были определенные олигархи, которые набирали силу и вокруг себя, и приватизация, и все другое, и пятый десятый, но это лучше меня не знайте. И беда случилась тогда, когда эти же политики, они начали между собой бороться за определенные посты, за определенное влияние в политике, это вполне нормально в мирных условиях, но в условиях войны должна быть консолидация. И если этой консолидации нет, возможно, она была в первые дни войны, первые месяцы войны, но из-за того, что война продолжалась 44 дня, а война в Украине продолжается с февраля 2022 года, то есть уже больше двух лет, возможно, вот это вся, из-за того, что война продолжается так долго, возможно, эта консолидация потеряна. И это очень печально, и это может привести к определенным трагическим последствиям, то есть человек, который смотрит телевидение, человек, который читает сайт или телеграм-канал, ему, скажем так, могут запудрить мозги, и тогда у него появятся определённые другие мысли. Это относится не только к журналистам, это относится и не только к политологам, к политическим экспертам. То есть мы видим, как на украинских телеканалах, как на украинских ток-шоу, скажем так, довольно-таки известных, появляются депутаты, рады, появляются люди, которые имеют определённую власть, и когда они начинают, скажем так, дёргать за нитки, тогда получается какой-то хаос. Нам очень сильно повезло, что в условиях войны 44-дневной войны в Карабахе и последующий постконфликтный период, который сопровождался, к сожалению, несколькими вооружёнными столкновениями в 1921-м, в 1922-м году и в 1923-м, то есть то, что вот это происходило, в это время у нас была консолидация власти. Из-за того, что власти и народа, и журналистов, то есть все понимали, что у нас общая цель. Да, мы должны говорить правду, да, мы должны устроить, сделать так, чтобы фейков не было. Главное, чтобы мы, как журналисты, то есть в первую очередь, донесли позицию государства народу, то есть чтобы народ понимал то, что происходит, то, что творится, и почему это делается. То есть в чём смысл этих действий. И в этот момент, да, конечно, происходили разные события, и в какой-то момент, гоняясь за дешёвой рекламой, гоняясь за каким-то хайпом, не надо публиковать и писать то, что может навредить в обществу. Это самый главный момент. В этот момент у тебя должен, в тебе должен проснуться гражданин, в первую очередь, и понимать, что если я это сделаю, да, я стану популярным, да, там, на мой телеграм-канал подпишется 50 тысяч человек. Возможно, я оттяпаю какую-то рекламу и буду жить хорошо на целый год или на твой год. Но, как ты понимаешь, что у этого могут быть более худшие последствия, и слава богу, что в этот период, когда у нас продолжались военные действия, мы смогли консервироваться и работать слаженно, чётко. То есть каждый выполнял свою работу так, как должен был работать. Но, опять же, я добавлю, что, конечно же, были и провокаторы, особенно в соцсетях, были провокаторы, которые пытались каким-то образом раскачать, там, я не знаю, кидали какие-то фейковые видео, видео, которые собраны из каких-то компьютерных игр и предоставить это как то, что происходит в Карабахе. Вот этому не надо было поддаваться. Ну, были, конечно, те, кто хотели провоцировать, но у них, в общем, если взять, ничего не получилось. А вы знаете, господин Нахунтов, я сам лично никогда не был в Азербайджане, но, опять же, зная, как функционирует политика, я понимаю, что она функционирует следующим образом. То есть у вас есть примерно, ну, так, на Азербайджан человек, может быть, 20 экспертов, вот в целом, которые ходят по телеканалам. То есть это 20 человек, которые, ну, я думаю, что 20 человек, которые азербайджанская власть считает вменяемыми, понятными, у которых нет, скажем так, каких-то подозрительных коммуникаций и прочее, да, которые допущены к телеканалам, к тому, чтобы говорить и что-то разъяснять публике. Ну, по-другому оно быть не может. Ну, я просто понимаю, как оно в Азербайджане функционирует. Есть маргинальные журналисты, которые, ну, скажем, кормятся от эмиграции, кормятся от каких-то западных грантов, с которыми периодически борется, там, ну, азербайджанская власть, мы знаем все эти процессы и, собственно, ну, как бы они маргинализированы, вот эти люди, да, и азербайджанская власть либо их выдавливает из страны, либо, ну, садит под червом, да. То есть, скажем, не пудрить мозги, да, то есть вот не пудрить мозги, а проводить государственную политику, вот такую, которую видит азербайджанская власть и такое, которое отвечает, ну, как бы, бэкграунду самого, самого президента Алиева, да. Ну, и в определенной степени, вам скажу, что мне кажется, эта политика успешна, потому что она привела к деоккупации, к деоккупации вот территории Азербайджана, потому что та демократия, которая сложилась в Украине, она как бы с виду демократии, но с другой стороны, она же говорит о том, что, скажем, очень многие люди могли влиять на процесс принятия государственных решений через СМИ, через проплаченных экспертов, то есть то, с чем, как бы, пытался бороться тот же президент Зеленский еще до войны, там, законы до олигархизации, прочее, но война дала ему суперполномочия, возможность, ну, вот, скажем, побороть ситуацию, когда на государственную власть влияют с помощью проплаченных СМИ, экспертов и так далее, да, вот у меня вопрос такой вот к вам будет, вот, с точки зрения вот государственной политики, вот, на ваш взгляд, да, вот подобный подход, вот действительно он эффективен, да, вот действительно ли подобный подход, он позволяет вот государству не зависеть от, ну, скажем, проплаченных агентов влияния, будь то со стороны, там, России, либо будь то со стороны Запада, проводить единую, правильную государственную политику, что в Азербайджане, что в Украине, ну, такой откровенный вопрос, но мне ничего стесняться, что называется. Ну, это достаточно такой вопрос, который состоит из нескольких вопросов, я постараюсь ответить поочередно, начиная с того, что, вот вы сказали, что азербайджанские власти, они или сажают проплаченных агентов, маргиналов, как вы их назвали, или же выдворяют их из стран. Тут есть несколько нюансов, которые я хотел бы отметить в первую очередь. Это, вот вы говорите, вот проплаченные. Давайте начнем вот как раз таки с проплаченных. Есть проплаченные СМИ, которые финансируются со стороны иностранных государств. Да, сейчас, вот видите, Франция обрушилась с критикой в адрес Азербайджана, что в Азербайджане вот нарушаются права человека, права журналистов, там, не знаю, свобода слова нарушается. Ну, смотрите, это все много раз происходило, много раз мы это видели, как есть определенные силы, которые финансируют этих маргиналов, финансируют этих, как вы сами назвали, финансируют журналистов, финансируют определенные СМИ и складывается такое ощущение, что если сразу вот какое-то иностранное агентство или, я не знаю, иностранная организация спальсирует журналистов или каких-то политологов, политических экспертов, то сразу на них начинается, скажем, охота на вид. Нет, это на самом деле не так. Просто посмотрите на сайты, которые работают в Азербайджане. Вы видите, что в Азербайджане есть сайты, которые информагентствуют, которые принадлежат иностранным организациям. То есть в Азербайджане есть сайты, которые являются частью, то есть это часть редакции какого-то большого издания. в Азербайджане если вот этой частью взять, вы говорите про оплаченные. Проплаченные журналисты, они как вы говорите, они в основном обвиняются в том, что они незаконно проводят наличные деньги в Азербайджане. То есть есть законодательство, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, то свыше 10 тысяч долларов нельзя провозить наличными. То есть наличным максимум 10 тысяч долларов, но из-за того, что вот эти сайты журналистов, маргиналы, политические эксперт, называйте как хотите, они финансируются со стороны западных влиятельных каких-то организаций, какие-то гранты выиграют, то они напрямую не перечисляются. Они сперва отправляются в Грузию и много раз такое было, что люди, которые едут в Грузию и пытаются провести определенную часть наличных денег через Азербайджан. То есть правильно я понимаю, простите, господин Ахудов, правильно я вас понимаю, что финансирование СМИ в Азербайджане иностранными источниками запрещено, именно поэтому это делается наличными деньгами, и фактически таким образом Азербайджан формально сажает этих людей за нарушение валютного законодательства. Нет, вы понимаете, давайте даже давайте не будем говорить именно про журналистов или кого-то, когда допустим условно человек, если в его банковский счет сажают огромную сумму, то есть немаленькую сумму денег в иностранной валюте, а со стороны какой-то организации это вызовет вопросы, то есть это не в Азербайджане, это в любой стране мира, то есть нет такой либеральной страны, которая не обратит внимания на огромный перевод иностранной валюты на счет какого-то человека, то есть это первая часть, поэтому все это делается наличными, как я понимаю. С другой стороны, вот отвечая на вторую часть вашего вопроса, вот есть 20-30 экспертов, которых можно, как вы сказали, вывести на телеканалы и на какие-то интервью и в дальнейшем с ними вести какой-то диалог и есть какие-то маргиналы. Абсолютно, то есть те эксперты, которые выступают, я, по крайней мере, за себя могу сказать и за моих друзей, некоторые из них у вас выступали на канале абсолютно недавно, я тоже смотрел с огромным интересом эти интервью, эти люди просто пытаются донести свою позицию и при этом не получая какую-либо материальную выгоду или, я не знаю, не будучи рычагами, скажем так, или, я не знаю, избранными людьми, которых можно вывести на телеканалы. Нет, смотрите, недавно, я просто приведу пример, я открыл один из самых таких просматриваемых телеканалов Азербайджана, просто за ужином, открыл, просто посмотрел, и там обсуждалась российско-украинская война, и это было буквально через несколько дней после увольнения заложенного с поста главы вооруженных сил Украины, и тогда был эксперт, который поддерживал абсолютно какую-то российскую позицию, кремлевские нарративы, были люди, которые выступали за то, говорили то, что на самом деле есть, говорили там правду, им был экс-премьер-министр оппозиционный, люто-оппозиционный экс-премьер Азербайджана, давно в отставке, времен еще 90-х, который даже каким-то образом пытался что-то говорить, то есть утверждать о том, что в Азербайджане 20-30 экспертов, которые выступают на каналах, на YouTube-каналах, на разных платформах, это тоже немножко неверно, но с учетом, смотрите, всегда я сейчас не хочу никого обидеть, но есть определенные моменты связанные с русским и английским языком, то есть есть политические эксперты, которых я очень люблю, очень уважаю, но они не могут изъяснить свою позицию на русском языке, к сожалению, то есть они говорят очень умные вещи, они говорят невероятно хорошо анализируют ситуацию и, в принципе, не только ситуацию в регионе, но и другие вопросы тоже, но, к сожалению, они не могут излагать свои мысли правильно на русском языке, это, в этом никто не виноват, и они тоже, и это не то, что не виноват, просто они не обязаны это делать, они не обязаны знать другой язык, но, учитывая реалии нашего региона, русскоязычную аудиторию, которая окружает нас, странах СНГ, то, конечно же, русскоязычных экспертов, конечно же, мало, но если вы обратите внимание, если вы приедете в Азербайджан и выучите азербайджанский язык, то вы увидите, что толковых хороших экспертов, как и, конечно же, маргиналов, очень-очень много, дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте, друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там, револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там, криптопереводов с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле, это очень удобно сделать, вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Мне просто, знаете, как вот, опять же, это может быть необъективное мнение, просто в силу того, что я действительно не владею азербайджанским языком и действительно не живу в Азербайджане, но вот, опять же, сравнивая с Украиной, вы знаете, вот как в Украине было до войны, вот, например, создавалось море каналов, региональных, центральных каналов, и под эти каналы специально, но это началось с 2014 года, ну, создавали пул экспертов, то есть людей, которых никто до этого не знал, которые, ну, фактически, они, то есть главная задача этих экспертов было эксплуатировать ту или иную зрение, ту или иную точку зрения конкретного политика либо конкретного предпринимателя, а может быть, даже и предпринимателя и политика в одном лице, понимаете, то есть это приводило к тому, что, ну, фактически к телевидению были допущены люди, абсолютно неизвестные, без репутации, то, что называется «без скала, без двора», и это подавалось как демократия, так, но вот подобная демократия, она привела просто к тому, что вот к моменту старта российской агрессии власть поняла, что с такой демократией, ну, действительно, сильное государство построить нельзя, когда любой абсолютно человек, так, вот его можно достать, да, струсить с него пыль, представить его как ведущего эксперта, непонятно, откуда он взялся, он будет молоть, оскорблять, вообще, у него будет просто недержание в эфире, понимаете, вот это украинская ситуация, ну, вы знаете эту ситуацию, вот в Азербайджане, я не знаю, я, естественно, со всеми экспертами не общался, но то, что я вижу и в вашем случае, и с другими, что люди тщательно подбирают слова, ну, мало того, что грамотные, да, это, ну, просто, как бы базовое, да, утверждение, что те люди, с которыми я говорю, это очень грамотные люди, я просто, если честно, даже восхищен уровнем политологии в Азербайджане, и вообще понимание действительности, но вот умение держать язык за зубами и умение очень аккуратно дипломатичного сказывать свою мысль, что свойственно далеко не всем украинским экспертам, я понимаю, что это зависит всё от, как бы, environment, да, от окружающей среды, да, вот социальной, вот мне кажется, что в этом смысле, да, всё-таки в Азербайджане получилось выстроить какую-то, ну, адекватную атмосферу, когда люди понимают, что если они выходят в кадр, это не просто на нем, на телеграм-канал, значит, они должны нести ответственность за то, что они говорят. Помимо ответственности, это вопрос репутации, в отличие от Азербайджана, мы понимаем, что в Украине есть телеканалы, которые принадлежат разным олигархам, то есть у Коломойского есть там Азербайджан, у Порошенко есть свой канал, я там, если буду вспоминать и перечислять, это будет очень долго, вы лучше меня знаете, и ваши зрители тоже. Лучше меня знают, кто что кому принадлежит. И когда начинается вот эта гонка между олигархами за влияние, или там, кто кому больше хочет навредить, получается так, что они находят какого-то человека, называют его экспертом, хотя там, если прогуглить его, там, никто о нем ничего не знал, и кто он такой, откуда он появился, тоже никто не знает. Скормить это зрителям можно, можно, но любой нормальный человек адекватно понимает, что это полная еюсть, то есть это то, что человек, невозможно просто кричать, а раз, да, конечно, есть какие-то определенные персонажи, которые могут, которые действительно умные, но ведут себя как клоуны, и это, в принципе, их, скажем так, фишка. В Азербайджане те политологи, те международники или эксперты, которые выступают на телеканалах, они в первую очередь понимают, что их смотрят, и любое слово, которое они скажут, в будущем могут им припомнить их же, скажем так, читатели, их же и зрители или кто-то еще, то есть потеря репутации, начнем с того, что в Азербайджане не так много каналов, в Азербайджане не так много экспертов, в Азербайджане не так много, то есть по сравнению с населением Украины, конечно же, в четыре раза меньше, и в такой маленькой стране, где все друг друга хорошо знают, особенно те, кто выходит в эфир, которые что-то говорят, всем обязательно припомнят, если у вас что-то такое скажут. Вот смотрите, я просто приведу пример, возможно, даже неудачный, был такой персонаж Балицкий, экс-депутат Рады, Украинской Рады, такой он в своих выступлениях говорил о высоком, о деоккупации, о том, что все будет хорошо, нужно там какой-то определенный вектор развития иметь, и действительно, я видел, как его слушают, как написали комментарии, что вот, молодец, хотя бы кто-то говорит правду, вот это все, коррупционная система и так далее, и тому подобное, сейчас он, понятно, что человек-эклаборационист, поднимает запорожской области, он, по сути, такой маршал Питен, такого местного оригинального разлива, попросту предатель, который предал Украину. Да, но я не говорю, что я, то, что понятно, это предатель для Украины, враг и все такое, это все понятно, но смотрите, несколько, буквально там, три-четыре года назад, когда еще не было никакой войны, он активно гулял по разным телеканалам, его там есть, до сих пор, кстати, есть YouTube-каналы, до сих пор эти старые видео остались, где он называет Украину родиной, и то, что все будет хорошо, мы все там вернем, все сделаем, у него был там свой план, то есть, понимаете, когда все это закончится, то невозможно, невозможно будет ни с украинской стороны, ни с российской стороны относиться к нему как-то серьезно, понимаете, человек, как говорится, проданную душу легче всего перекупить, это естественное выражение, которое я очень люблю, и понимаете, я не хочу привести пример, между палецкими и другими политологами, в том числе и вазербайджанскими, но вазербайджане все прекрасно понимают, что любое сказанное слово, если это не будет правдой, если это далеко не соответствует реальности, то к этому политологу будет потеряно уважение, и его репутация будет очернена вот этим, скажем так, и он будет, и над ним будут насмехаться, и это самое главное, вот, наверное, отличает азербайджанский менталитет, восточный менталитет, от западного менталитета, когда ты думаешь на три шага вперед. Заявление Папы Римского, которое всколохнуло Украину, вы наверняка знаете, уж как Папу Римского не изображали, то есть с буквой Z в одном исполнении, в другом исполнении, значит, приводили сравнение между встречей с нацистами Папы Римского тогдашнего в начале 40-х годов и встречей и воззаявлением Папы Римского Франциска нынешнего, в общем, ну, понятно, такие прямые линейные сравнения, но действительно, чего вдруг Папа заботился о российской агрессии в Украине, тем более предложил Украине выкинуть белый флаг, на что, собственно, Дмитрий Кулева, министр института дела Украины, он заявил, что Украина единственный флаг, он желто-блокитный, так, и Украина не будет никакой белый флаг выкидывать. Ну, в первую очередь спасибо, что пригласили. Ну, что касается Папы Римского, ну, сейчас не будем вспоминать о том, что Папа Римский не только западной Европы духовный отец, но и западной Украины тоже, да, там очень много у вас крикокатолической церкви прихожан, которые слушают Папу, он является их духовным отцом, и, естественно, его слова очень важны, но в чем дело, почему так? Боюсь, просто слова Папы не были правильно поняты, потом, естественно, постарались в Ватикане все это как бы привести более в подобающее русло, как-то, в общем, мне очень трудно об этом говорить, давайте говорить так, он не только Папа Римский, не только духовный отец, он еще и глава государства, и, естественно, должен чувствовать какую-то ответственность за собой чисто в политическом смысле, да, не только в духовном смысле, не будем его осуждать, скажем так, что это одна из таких колечек большой цепочки череды этих событий, которые, кстати, вокруг Украины вьются, и это для меня не новость. Давайте начнем с того, что президент ездил в Турцию, и вдруг оказалось, что кроме того, что он осматривал там корабль, кроме этого, он, оказывается, разговаривал еще и по вопросу каких-то переговоров. По крайней мере, русские СМИ это как бы вбросили и это как бы даже озвучили эти условия, которые были оговорены на этой встрече. в том числе, скажем, то, что Украина должна оставить Донецкую и Луганскую область, должны переговариваться о Крыме и так далее. и тому подобное. То есть, какие-то условия, которые, я думаю, для Украины это совершенно неприемлемые условия. Кроме этого, там череда целых статей от достаточно весомых и уважаемых политиков и политологов. Сегодня, например, я читал в Foreign Affairs статью Стивена Стивена Роттерс, по-моему, очень серьезный, очень уважаемый политик. И что он говорит? Что пять резонов, из-за которого нельзя принимать Украину в НАТО и среди них он перечисляет, что Украина все равно проигрывает войну, Украине надо как-то начать переговоры. То есть, понимаете, Украину и Запад, и русские, и еще кто-то там духовные люди отводят к тому, чтобы она согласилась на перемирие. Это тогда, когда Украине это совершенно невыгодно. Абсолютно невыгодно. Понимаете? Вот в этом я вижу какую-то цепь событий какую-то, ну, даже начиная с того, что с октября прошлого года вы не получали от Америки ничего. То есть, слава Богу, что там Петр Павел изыскал возможность передать вам 800 тысяч орудий вот этих. и это безусловно вам поможет. Но, несмотря на это, на европейскую помощь, естественно, Америка, если не будет вам помогать, естественно, вам будет очень сложно. И вас, как бы, понимаете, вот так подталкивают потихонечку, потихонечку с того, чтобы Украина согласилась на перемирие. Для чего это делается? Ну, не знаю. Может быть, война уже перешла те границы, когда спокойно можно было помогать Украине в экономическом смысле и в военном смысле. Может быть, война становится уже очень дорогой для некоторых государств. Вот в этом и слова Папы Лимского тоже в этом русле как-то попадают. И мне это, честно говоря, не очень нравится и не очень беспокоит. Сумбурно, но я очень волнуюсь, когда разговариваю на эту тему. Господин Мамука, я вам уже говорил во время прошлой нашей программы, и я активно смотрю разные американские YouTube-каналы, читаю разные публикации, которые, скажем так, относят нас к школе рационалистов, которая выступает в школе геополитиков. То есть рефреном проходит мысль, зачем помогать Украине, Америке, нужно дружить с Россией против Китая. Но я обнаружил, что этих каналов бесчисленное множество, которые об этом говорят. Просто бесчисленное множество в Америке. Причем есть не те же гости, которые вроде как статусные, но они ходят по этим мелким каналам, и я прекрасно понимаю, что я знаю хорошо западных, скажем так, европейцев и американцев. бесплатно, но никто ничего делать не будет. А вот особенно в таком количестве. Ходить и столько вещать одно и то же на разную площадку. То есть не бывает такого. На самом деле для зрителей скажу, что оно работает следующим образом. Просто потом человек отчитывается за все свои эфиры и получает за это бабки. Только вопрос, кто платит эти бабки. Потому что бабки там крутые. Потому что Соединенные Штаты Америки, чтобы там толкать эту пропаганду пророссийскую. Значит, кто-то за это должен платить. Значит, должна платить Россия. Понятно, что это все маргинальные СМИ, это маргинальные каналы, но кто-то же за это платит. Как вы считаете, действительно ли Россия просто раскинула сетку от этих мелких непонятно откуда взявшихся блогеров, которые просто вот эту российскую телегу толкают? Знаете, тогда мы говорим о таких фабрик ботов. Это вполне реально, потому что вот такие фабрики ботов я в Грузии наблюдаю, они есть. Естественно, в гораздо меньших количествах ребята работают, но тем не менее они могут устроить очень неприятные ситуации для политических оппонентов в какой-либо стороны. и они существуют. А что касается России, что касается Китая, мы знаем, что у них огромные возможности в этом отношении. То есть они реально, особенно Китай, они контролируют виртуальное пространство и с помощью ТикТока даже китайцы, например, получают огромное количество информации. Я не сомневаюсь, что какая-то доля правды в этом есть. Они действительно раскинули какие-то сети, они действуют на умы людей, это вполне реально. И что касается того, что на Украине тоже очень многие хорошо знают этой методологии, СМД-методологии, которая русское изобретение Щербовицкого это вполне реальная штука, которая призвана для того, чтобы воздействовать на общественное мнение и менять его в том направлении, какое нужно для конкретных каких-то тех, которые заказывают. Я боюсь, что Россия действительно в этом отношении, в деле пропаганды, в деле воздействия на умы людей, она очень сильно продвинулась. Ну и Китай тоже. Так что надо очень беречься от этого. Понимаете, очень хорошо сказал, забыл, кто сказал, но пропаганда она не создана, то есть она не делает людей дураками, она рассчитана как раз на дураков. Понимаете, и мы должны сами как-то логически мыслить, как-то отсеивать семена от плевел и различать, где есть правда, где есть ложь. Ну это сложно, конечно, но надо как-то пытаться. Дорогие друзья, подписывайтесь пожалуйста на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Представители Ватикана в Украине Висвальдоса Кульбокоса вызвали в МИД за высказание Папы Франциска, В МИД отметили, что вместо призывов легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему поднебрежению нормами международного права от главы Святого Престола ожидали сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости медленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, также апелляции к нападающему не к жертве. Действительно, я вам скажу, что чем-то мне Ватикан очень напоминает, честно сказать, Московскую церковь во главе с Кириллом. Я далек от мысли, что Франциска зависит от Путина, хотя бы потому, что у Франциска другие источники дохода. У Кирилла так это его паства, и он зависит от ФСБ, то есть он сам собственно агент ФСБ. Но Кирилл он не просто агент ФСБ, он вообще крупный предприниматель в 90-х годах, так что он мог стать вполне олигархом. Видите, когда вы сравнили Русскую православную церковь и Ватикан, это не очень правильно, я так думаю, вы уже меня извините. Дело в том, что Русская православная церковь это чисто духовная организация, которая занимается своими делами. А Ватикан это государство, Папа Римский он глава государства, то есть мы не должны смотреть на него только как на какого-то католика. Нет, смотрите, я о другом говорю, я смотрю на него как на руководителя большой бюрократической организации, потому что для меня любая церковь это бюрократическая организация, но он же понимает, что он ставит в неловкое положение украинско-греко-католическую церковь и скажем парафии Рима-католической церковь, которая находится в Украине. И УГКЦ должно теперь как бы оправдываться за слова, которые сказал фантифик. И я не говорю даже сейчас о вопросах религии, я говорю, апеллирую к Франциску просто как руководителя крупной бюрократической организации. Неужели он не понимает, что своими заявлениями он просто отталкивает от себя и ставит неловкое положение тех представителей, которые в Украине? То есть я в этом смысле его сравнил с Кириллом, потому что с Кириллом-то понятно, на него давят Путин и ФСБ. Завтра он, кажется, выполняет приказы ФСБ всякое может быть, понимаете? А с Франциском что? С Франциском он сейчас выступил чисто как христианский священнослужитель, призвал людей к миру, к добру и так далее. Честно говоря, я сожалею, что он так опрометчиво радует. Я не думаю, что он имел в виду то, что Украина должна сдаться. Как-то некрасиво действительно у него получилось, но я думаю, что у него в голове было то, что Украина должна пойти на какие-то мирные... Послушайте, так это говорят на вот этих ютуб-каналах американских, что Украина должна пойти. И постоянно твердят и твердят, что... Вы понимаете, господин Мамуков... Потому я говорю, что это одна цепочка какая-то. Да, вот смотрите, господин Мамуков, я просто что хочу сказать, что принципиально на фронте ничего не поменялось. Авдеевку Россию они брали полгода. Такими темпами Россия будет следующие тысячи лет завоевывать всю Украину. Мы просто понимаем. Но вдруг все стали говорить и рекомендовать Украине выкинуть белый флаг. Я понимаю, когда это американцы какие-то маргиналы, которые хотят заработать пару копеек, за каждый эфир они ходят, гундосят и гундосят, гундосят и гундосят. Все окончено, все плохо, плохо, плохо и так далее. И альтернативы там нет, гундосят и гундосят. Но Франциск-то чего? Человеку 85 лет, человек опытный, грамотный, но у него все есть. Я его не воспринимаю как лома, лидера общественного мнения на побегушках у Кремля, но когда он так говорит, ну оно же так выходит. Да, выходит. Ну, я не хотел так говорить, но мы не должны забывать и о его возрасте. Хотя я не думаю, что он эти слова на Иисус произносил, наверное, он читал и ему написали эти слова. Не будем забывать о том, что он из Южной Америки, из Аргентины, то есть это левые взгляды там преобладают и у них есть какая-то тяга к социалистическим странам, и в том числе к СССР и так далее. Ну и может быть, может быть, есть такое, может, понимаете. Исходя из этого, у него есть какие-то свои определенные добрые чувства по отношению к России. Может быть. Но в любом случае я это расцениваю как одно из вот этих маленьких колечек большой цепочки. Это во-первых. И во-вторых, он не говорил, он не только должен был говорить не только как понтифик, а он должен был говорить как глава государства. Он политик. И он, если говорил как политик, то это очень-очень неприятные слова. То есть мы как будем к этому относиться, понимаете. Как священнослужителю словам, это одно. А если будем относиться как словам главы государства, то это пардон, это уже совсем из ряда вон выходящие события. Поэтому, в любом случае, вы сами говорите, очень много людей пишут, говорят, очень неприятные статьи пишутся, причем в очень уважаемых вы обратили внимание, смотрите, вы обратили внимание, что этот каскад статей, он, скажем, не соотносится с реальностью на поле боя. Вы мне можете возразить, или зритель, или зритель мне может возразить, что точно так же было два года назад, когда Украина декупировала Херсон, все кричали, что вот Украина дойдет до Москвы. И тогда кричали, сейчас кричали, но извините, друзья, одно дело деоккупировать Херсон, деоккупировать часть Харьковской области, которая была оккупирована агрессором, провести ряд успешных операций. Конечно, тогда возлагали огромные надежды на украинскую армию в условиях, если бы Запад помогал так, как Западу говорил президент Зеленский, или просил президент Зеленский. Но Запад же не слышал президента Зеленского. Опять же, поэтому, может быть, этих успехов пока не случилось. Но за полгода взять только в Деевку, из этого делать вывод, что шеф все пропал, ну, извините, они пошли бы в лес. Ну, я имею в виду не вы, естественно, а те люди, которые так говорят. Я абсолютно с вами согласен. Только вот тут, понимаете, одна загвоздка такая. Украина сама не способна создавать столько оружия, сколько ему нужно поле боя. Да, возможно, украинцы проведут сейчас мобилизацию и они наберут столько новых людей для войны, сколько им нужно и сколько им необходимо. Ну, даже в этом Россия в то раз больше у него возможностей, и она набирает еще из каких-то других стран, даже, по-моему, из Непала даже приводят какие-то. Есть такие случаи. Но самое главное, то есть у Украины не хватает денег, у Украины нет индустриальных возможностей, военных возможностей. То есть она полностью зависит от западной помощи. А западная помощь, вы сами знаете, Европа в течение многих лет не занималась своей безопасностью. Они как-то все отнесли к тому, что Америка им всем поможет, все будет замечательно, НАТО будет всех, так сказать, оборонять, охранять. А получилось то, что, вы знаете, как в Германии обнулили практически Бундесверт, и везде, и во Франции, и в Англии тоже так было. Но сейчас Америка перестала помогать. С октября месяца ничего не дают. И еще у них там какие-то между собой чекотерки какие-то, и все это относят к тому, что, понимаете, республиканцы что-то не дают, а эти демократы ленд-лиз не открыли. Извините, в конце концов, к чему мы идем? Я думаю, что здесь ситуация значительно хуже, чем то, что сиюмит нутная помощь Украине. Нет, здесь я думаю, что просто неспособность Запада противостоять опасности с юга, скажем, или со стороны автократических государств, со стороны России, Ирана в первую очередь, и где-то там еще Китай тоже прослеживается. Я думаю, что просто Запад сейчас в ступоре, и они просто боятся того, чтобы, понимаете, почему статью привел, вот эти пять резонов, для того, чтобы не принимать Украину. Там очень красиво все рассчитывается. Одна из вот этих резонов была, то, что мы даже, если примем Украину в НАТО, мы не сможем ей помогать. Мы не сможем защитить, НАТО не будет его защищать. И более того, там даже было написано, что они не смогут защищать балтийские государства, что они тоже находятся перед опасностью России, и вспоминал автор статьи то, что вот Финляндия, она хоть и потеряла свою часть своей территории, но она отказалась в свое время от НАТО, и она, значит, остальную территорию сохранила, и более того, она, значит, стала нейтральным государством. А может быть, да, вопрос был в конце, а может быть нейтралитет не самый плохой выход? Вот понимаете, куда подталкивают, да? Вот это, честно говоря, я волнуюсь, когда вот это говорю, потому что на самом деле бесит то, что технологически ты впереди многократно, финансово ты, безусловно, впереди, в количественном смысле, да, ты впереди, у тебя огромная армия в виде европейских государств, и Америки, и других техник. А почему ты не можешь себя защитить, черт побери, когда очень бедная Россия наезжает на твоего стратегического партнера Украину, или какие-то хуситы, и там Хамас разносит в эпохи прах твои корабли и так далее. То есть это как вообще воспринимать? Понимаете, делу даюсь. В конце концов, я не хотел, никогда не любил ругать запах из-за каких-то медленных действий, но это явно прослеживается, что демократия все время запаздывает перед автократией. Как вы оцениваете заявление Макрона об оправке войск у Украины? Ну, это глупости. Вы верите в вероятность этого сценария? Абсолютно. Абсолютно. При таком раскладе, который сейчас существует, когда все отнекиваются от этого. Естественно, Макрон, по-моему, просто впереди параоза бежит. Если вы вспомните, до войны еще Макрон созвал всех европейских лидеров в Версале, и он тогда объявил создание большого фонда новой обороны, новой программы обороны Европы. Отдельная Америка, отдельная НАТО. Вот тогда он действительно собирался сделать то, создать какую-то новую систему обороны, потому что он уже, видимо, понимал, что Америка всегда помогает. И это было правильно. Но сейчас, понимаете, говорить о том, что мы должны послать войска, если вы посмотрите в документах, устав НАТО, что там написано, что это при консенсусе только. Только если все страны, члены НАТО согласятся на то, чтобы послать войска НАТО куда-то, где-то, в какую-то страну, да, тогда можно. А если кто-то отказывает, без консенсуса вы не пошлете никакие войска. И вы сами отдельно от НАТО не сможете этого сделать, потому что ваши партнеры с вас спросят обязательно. Понимаете? Но на это вам могут возразить пример, например, Турция, которая продемонстрировала во время 44-дневной войны, если что-то бы случилось, скажем так, Россия вступила за Армению, тогда бы вступила Турция. То есть тогда Турция перегнала истребителя туда, в Азербайджан, и она же не согласовывала это с НАТО. Это вопрос даже на заседание НАТО не выносился, поэтому здесь, мне кажется, вопрос в наличии политической воли либо политических яиц, извините за выражение. Абсолютно с вами согласен. Это да. Хотя солдаты Турции там якобы не участвовали, если сказать инструктор, то инструкторы натовские и западные инструкторы, сейчас они находятся в Украине и так далее, но они не принимают прямого участия в боевых столкновениях. В чем весь вопрос? В любом случае, даже если мы вспомним, ту же Турцию, которая имеет железные яйца, безусловно, они перекрыли Черное море морскому флоту России и не стали впускать корабли в Черное море. Что-нибудь сказала Россия? Она наехала на Турцию, сбросила атомные бомбы? Нет? Замолчала, ничего не сказала. А почему этого не сделать? Какие-то более такие шаги не провести, скажем, той же Британии или той же Германии? Чего боятся передать? Пока Абрамс не передадут американцы, мы леопарды не будем давать Украине. Ну, что за остановка? Послушайте, вы же слышали, пока Британия предложила Германии, что она передаст Storm Shadow Германия, Германия, Таурусы, Великобритания, из Великобритании придут в Украину. То есть, целые танцы вокруг Таурусов. И все, чтобы не раздразнить Кремль. Да, и что это такое? А почему показывать свою собственную такую слабость перед Кремлем? Я вообще не понимаю. Я честно не понимаю. Потому что вы же знаете, мы выросли в той обстановке, которая называлась Сапком. И улица ни для кого для нас не чужда. Мы знаем, что как. Если ты перед какими-то хулиганами показываешь свою слабость, все, они себя съедят. Ты должен всегда выстоять и свою какую-то позицию сдерживать как бы до последнего. Иначе не уходят. А тут, понимаете, ты показываешь свою слабость. Сколько раз можно было на ущению России они отдали украинские ядерные силы, потом отдали Крым. Господи, причем это уже документация появляется, что там Нуланд принимал какое-то участие, что сам Байден лично там принял участие, что замолчали украинцы и ничего не говорили по вопросу Крыма. Хотя они могли себя защитить. Было же это. И вот эта череда событий, она уже приводит к каким-то размышлениям. А чего они хотят вообще? Или хотят ли вообще чего-нибудь? Я имею запад. Ну что ж, Гарри, Марк Захарович Фегин заявил о том, что Владимир Путин, диктатор Владимира Путин, российский диктатор, передаст власть своему сыну, которому сейчас 11 лет, но через как раз 12 лет сыну Путина будет как раз 23 года и значит будет изменена конституция и сын Путина станет президентом России. Верите ли вы в эту версию? Михаил, я верю в Бога и в шестой ядерный ударный флот. Какая нахрен разница? Я не знал, что у него есть сын. У него что есть? Официально сын? Ну, это не официальная информация, по крайней мере, которую я услышал в интервью Марка Захарыча. Я думаю, что Марк Захарыча уже просто просмотры стали падать, финансы начинают с желтой прессы заниматься. какое-то отношение имеет к сегодняшней ситуации, что гибнут дети в Украине каждый день, обстрелы городов. Вчера я был в Харькове, обстрел Харькова был, я попал под это. Я должен сейчас волноваться, что через 48 лет у Путина сына будет? Хрень какая-то. Гарри, я вам объясню, тут речь собственно идет о том, что агрессия против Украины это часть психологической неадекватности Владимира Путина. Естественно, люди моделируют разные варианты. Как избавиться от Владимира Путина, когда он идет, а даст власть кому-то. Может быть, я не знаю, будет ворцовый переворот. Но, как говорится, мечтать не вредно. Вот одна из версий. Ну, мечтайте дальше, фантазируй. На меня это не... Я считаю, что в реальности никакой не имеет никакого отношения. Есть у него сцены, нету. Кому он будет ее передавать? Завтра все это изменится. Это отвлекающие маневры. Марк Захарич, как лучший адвокат и юрист мира, должен знать, что такую хрень в суде не проходит. Его бы выгнали. Ну, во всяком случае, в Америке. Суда бы судья бы его дисквалифицировал. Гарри, ... Забивает, забивает эфиры, забивает мозги, забивает жюри мозги хренью, которая ничего, никакого отношения к реальной, к реальной проблеме не имеет. Гарри, я обратил внимание, что в последнее время стали многие говорить, включая Алексея Аристоевича, о ленд-лизе, то, о чем вы говорили еще год назад. Это поразительная история, просто сейчас у многих открываются глаза, они задаются вопросом, почему, собственно, где ленд-лиз? С чем вы связываете прозрение большинства, скажем так, экспертов по поводу темы ленд-лиз? Нет у них никакого прозрения, все они прекрасно знали, начиная от этого майора Швыца, КГБ, на который вкидывал все эти фейки, миллионы просмотров, окончая тем же разведчиком 33 выхода за линию фронта, 7 боевых орденов летчика Арестовича, все он прекрасно знал, у меня есть переписка с ним, когда я ему пишу, он еще разведчик такой хреновый, пишет мне, не говорит, а пишет, то есть у меня это в записи остается, и по-моему это выложил Сергей Любарский даже у себя в программе, почему он пишет, зачем вы обманываете, вы прекрасно знаете, что такое ленд-лиз, прекрасно знаете, что он не должен начаться 1 октября, прекрасно знаете, что это не запасная программа, прекрасно знаете, что это бесплатно, они надо платить за это, дают на шару, говорю, зачем вы это все делаете, зачем вы водите людей, он мне отвечает, да это мы стебаемся, это мы так развлекаемся с этим Сяковенко, или как он на программе, или с Юрием этот, фамилиозом был, тоже, еще один там, они на лайке работают, на просмотры, домик себе неплохой, вроде, тоже в Майами отхватил, чистые деньги, это просмотры ему заработали, тут претензии. Ну, Алексей Аристоевич, он дезавеировал слухи о доме в Майами, в том числе, как бы, аргументируя, да, то, что у него нет дома в Майами, он сказал, что невозможно иметь дом там, где есть подозрения, по мнению Аристоевича, что будет идти гражданская война, поэтому это, в принципе, если бы он даже покупал, решил покупать дом в Майами, он бы не приобретал дом, где, возможно, гражданская война. Майами гражданская война? Ну, Аристоевич имел в виду не конкретно Майами, а в целом Соединенные Штаты Америки. Понятно. Он еще и очень хороший географ и топограф. А послушайте, Михаил, это все желтая желтизна. Он все прекрасно знал, все они прекрасно знали, что такое Лен Лейс, как это оружие. У них был заказ говорить, что те, которые требуют Лен Лейс, это враги Украины. Все вот эти американцы, которые требуют, мы все враги. А теперь он говорит, а, ну да. Юлия Латынина первая начала. Юлия Латынина я тоже самое писал. Я с ней говорил по телефону. Я могу в суде свидетелем выступить. Сколько жизней. Я их обвиняю, что кровь украинских населения и кровь украинских воинов на их языках. Это продолжается с утра до вечера это продолжается без конца. Что их обсуждать? Перестаньте слушать эту всю хрень и распространять. Великобритания заявила о том, что, возможно, решит вопрос Германии и передаст Германии Storm Shadow взамен от ракеты Таурус, которые потом будут переданы Украине. Напомню, что ракета Таурус это дальнобойная ракета. Верите ли вы перспективу подобного обмена ради Украины? Опять же, они это делают это все время какие-то для чего, зачем. Это все время морочение головы, откладывание вот Америка даст танки, мы дадим танки, Америка даст дальнобойные атакам, мы дадим, а нет, поменяем на Storm Shadows, а тогда они передадут нахрена все это, для чего все это, смысл всего этого, только чтобы морочить голову людям, только чтобы откладывать, оттягивать эту войну, пока перемалывается украинское население и украинские войны. Дайте оружие Украине и все. Этот Шульц вообще это какая-то Меркель которая прошла гендерная трансформация, не знаю, какая-то это, сюрреализм. Причем Франция, причем тут Великобритания, причем тут Соединенные Штаты Америки, хотите помочь Украине, помогите. Вот Чехия, из всех этих стран, Чехия вышла из этого Рамштайна, вышла из всего этого и сказала, да, есть у нас почти что мы нашли через Болгарию нашли почти миллион снарядов. Только теперь надо еще полтора миллиона долларов. Вот нашли полтора миллиона долларов. Вся Америка, вся Европа. Значит, что, так можно было? Так можно было? Эммануэль Макрон на протяжении последней недели несколько раз говорил о возможности отправки военного контингента некоторых стран в Украину. Дальше версии расходятся. Что будет делать этот военный контингент? Будет ли он вообще, при каких условиях? Вот появилась информация о том, что введение военного контингента возможно в случае угрозы Одессе либо Киеву. Как вы относитесь вообще к тому, что говорит Макрон в последнее время? и насколько вероятно вот участие например некоторых европейских стран в войне против России? Каких европейских стран? Ну, Франция, например. Какой контингент? Это будут люди, которые там механики, люди в летах, которые будут летать на миражах. Какой контингент? О чем мы говорим? Сколько этих человек будет? потом Украина их вообще просила или нет? Они не могут просто сюда зайти. Какие страны? Это все какая-то опять же не решает эта проблема. Они готовы зайти сюда и зайдут смотря если Одесса, а если это Днепр, а если это Харьков или Украина, а это то, что это ядерная держава начнется опять же. Это все отвлекающий маневр. Оружие дайте Украине достаточно. которое она просит. Есть список необходимого оружия и Украина сама решит все эти вопросы. Нет, они начинают рассказывать все вот эти вот сын Путина значит сейчас вот будет его наследником. почему сын а не дочь дочь уже Екатерина по-моему даже одну из них Екатериной зовут. Все подходит. Давайте что-нибудь серьезно сейчас это только что на лучшем радио Израиля вопросы спрашивали опять же. Дорогие друзья подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки комментируйте друзья обращаюсь к вам с просьбой поддерживать YouTube канал финансово материально это легко можно сделать если вы находитесь в Украине либо Азербайджане Италии Австрии Германии это можно сделать через PayPal через там револют если вы находитесь в каких-то других странах вы можете сделать с помощью там криптопереводов с помощью того же PayPal в общем друзья я буду вам благодарен за поддержку канала на самом деле это очень удобно сделать вот тот же самый револют позволяет с любой карты абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала пожалуйста друзья не забывайте поддерживать я вам буду благодарен за поддержку спасибо господин Мишмайер который мы с вами уже говорили он продолжает раздавать интервью равно как я открываю для себя все новые новые YouTube каналы американские которые как грибы просто расплодились по полторы по две по пять тысяч подписчиков которые постоянно твердят о нерадужных перспективах Украины так вот господин Мишмайер просто впрямую заявил о том что Америке нужно дружить с Россией против Китая вообще необходимо перестать помогать Украине вот это на ваш взгляд маргинальная точка зрения она маргинальная потому что маргинальная либо потому что ее собственно проплачивает государство агрессор России не говорю конкретно господина Мишмайера но скажем так ряда людей которые озвучивают примерно то же что озвучивает господин Мишмайер не каждый Шмат Мишмайер я даже не знаю кто это ну профессор он профессор Чикагского университета он был у Лекса у Лекса Фридмана я уже молчу про Такера Карсона и других то есть из всех он наиболее как бы известный профессор я не знаю мне эти все профессора все эти люди до одного места они несут чушь какая что значит надо дружить не надо дружить а как насчет того что вообще морально нехорошо или ну вот Алексей Ристович Алексей Ристович который сейчас находится извините вот Алексей Ристович который сейчас находится в Америке он кстати постоянно говорит о том что ему доступны ну то есть он постоянно участвует в очень серьезных совещаниях с Штатами Америки и значит естественно инсайд он оттуда не может выносить но он передает общее настроение что вот есть школа как говорит Алексей Ристович рационалистов и школа скажем так ну либеральная школа либералов так вот рационалисты это условно Маншмайером кстати его тоже постоянно цитируют и вот которые борются с нынешним либеральным курсом который проводит в Соединенных Штатах Америки таким бипартизан да то есть которые ну имеют сторонника в обеих партиях вот как вы относитесь к взгляду Алексей Ристович например я же говорю Алексей Ристович я не участвую никаких у меня нету доступа как у него к офису президента теперь еще к офису президента и высоких кругов Соединенных Штатах Америки у него есть он ходил за линией огня он вывел всех там с минного поля хотя его мое окружение военное говорит что он завел людей на минное поле побывав там один день на фронте что человек был исключен из вооруженных сил Украины потому что его диагнозировали психопатом то есть он рассказывает истории которые все нравятся верят это люди он рассказывал у него есть там допуск у него есть там допуск на институт связи с ним все советуются он дает советы и все это очень умно все это так загадочно все это так это интересно слушайте это я не хочу в этом участвовать мне хотелось серьезно потому что люди хотят слушать идиотов больше они будут это слушать так мир устроен идиотов больше они голосуют за идиотов людей И сегодня мне, знаете, сколько мне сегодня уже? И звонили, и писали. Я просто уже удаляю людей. Трамп сказал, что ни копейки Украине, а пять. Трамп сказал это Орбану. Что Украине он помогать не будет, и таким образом война, значит, закончится, когда он будет президентом. Таким образом, вот это вот 24 часа. И ничего вы не поделаете. Ничего вы не поделаете. Но он этого не говорил. Трамп этого не говорил. Ну, я не знаю, вы слышали, что он это сказал? Я не слышал. Я вообще первый раз слышал от вас, что вообще он такое говорил. То есть люди считают, что он такое говорил. Я удивляю. Я уверен, что это он говорил. А когда ты их спрашиваешь, а вы слышали, что он говорил? Нет, это сказал Орбан. Подожди, Орбан, вы по-венгерски говорите? Нет. А кто же он тогда сказал? А вот телеграм-канал по всей Украине. Я удивляюсь, что вы это не слышали. Что это скандал. Я думал, что это закончится в 16-м году, честно сказать. Я думал, что когда он выиграл выборы Трамп, что это закончится. Ну, все, была предвыборная кампания или дерьмо друг на друга. Все. Теперь он президент. Мы американцы. Давайте все. Нет. Это продолжалось все четыре года. Кто думал, ну все, он уже не президент. Все, оставь его в покое. Нет. Продолжается. Это болезнь какая-то. Это вот навет, который наведет. Люди, которые сами пережили навет, я считаю, что это просто психоз. Это заражена, ну, заражены целые континенты этим. Теперь вот он сказал, вы слышали, как он говорил Орбану? Нет. На каком-то телеграм-канале. Павел американский дальнобой это разобрал. Он вник. Оказывается, на этом канале, этот канал, телеграм-канал украинский, который вообще-то в Венгрии находится, скажет, что он это сказал Орбану. Я спросил несколько человек, которые говорят по-венгерски, чтобы они прослушали. Они говорят, да нет, и Орбан этого не говорил. В этом разговоре он как бы говорит, что если Европа и Америка не будут помогать Украине, то Украина проиграет. Что даже если, мол, Трамп придет, то уже ничего это не спасет, если они не будут ей помогать сейчас. Ну, как бы так, перевод. Опять же, говорил этот Трамп, не говорил этот Трамп. Но они никто не говорят, что Трамп тысячу раз сказал, что он дал бы дроны дальнобойные, вот эти тяжелые американские беспилотники, как Predator и другие. Что он там даст все оружие, которое необходимо. Зеленскому, Посадифов, это они не обсуждают. Хотя это он говорил тысячу раз. А вот это они сказали, что Орбан, и потом я хочу спросить, а с каких пор Орбан стал авторитетом в Украине, что ему теперь верят? А вот теперь Орбан говорит правду. А раньше же Орбан вроде бы на Путина работал. Это был друг Путина, он все время защищал Путина. Теперь он у вас в авторитете. Теперь давайте говорить, вот что Орбан сказал. Это психоз. Это вот это вот психопатство, которое развелось и началось, опять же, с Фейганом, с Ористовичем, с Швецем, с Пентковским. Это вот Трамп из Чадиада, и все, все пропало. Если он говорит, может быть, может и убедить его. Я уже думаю, что может и убедить. Черт его знает. Ну, любой человек может только столько терпеть. Сейчас вот опять же вышли, значит, вот расследуют Илона Маска. Уже все, уже по многим каналам украинским социальным, уже Илона Маска в Конгрессе у нас расследует. Нет, у нас никто Илона Маска не расследует. Написали письмо демократы из демократической партии, там идиоты, которые там сидят, не все демократы. Объяснить, как его, значит, Skyling попал к русским. Много вариантов может быть. И вот тут уже радуется Украине. А, вот теперь он ответит. За что? Может, ему не надо было давать Skyling украинцам? Он пошел, в принципе, против американского закона, дав это за свой счет и до сих пор оплачивает это за свой счет. Но он был героем, пока он не стал республиканцем. Точно так же, как и Трамп был героем, пока он не стал республиканцем. И теперь Орбан у нас человек, которого надо слушать. Гарри, я в завершение вас прошу. Вот вы сейчас ездите, как я понимаю, очень много по Украине. То есть вы приобретаете какие-то свои дополнительные впечатления, вы чувствуете определённую насмотренность в ваших глазах. И чувствуется, что вы, знаете, эмоционально, эмоционально drained, то есть выснажены. Вот давайте просто, как бы учитывая то, что военная обстановка, это военная обстановка, которая требует тишины, вот в общем и целом, вот ваши внутренние какие-то ощущения. Вот так в целом. Нет, ну, ощущения мои, что все устали, все имущественные дрейны. И гражданское население, и воины. Но паники никакой нет, которые вот они пытаются, там, будет гражданская война или ещё что-то. Нет. И среди военных, они говорят, они готовы. Они готовы. Нету таких панических каких-то настроений, а всё пропало, давайте. Нет. Оборонные действия ведутся. Ну, я спросил у многих, пройдут, не пройдут. Нет, не пройдут. И я не думаю, что они льстят, там, или мне пытаются сказать. Ситуация сложная, очень сложная. Сможет ли Украина когда-либо теперь, ну, может, когда-либо, но опять же, мы должны иметь дело с сегодняшней ситуацией. Сегодняшней, ну, там, максимум, там, три месяца вперёд. А там опять НАТО, Европейский Союз, 300 миллиардов сейчас дадут. Вот это всё отвлекающие манёвры. Путин, сын, там, что там ещё Орбан сказал. Всё это отвлекающие манёвры. Вот что сказал Байден в своём выступлении. А вот если мы Украине не поможем, то она проиграет. Мы все проигрываем. А кому она обращается, я только не могу понять. Кто не помогает? И чего он не помогает? Он даже Украине не даёт денег, которые принадлежат Украине, эти 4 миллиарда 200. Плюс у него ещё есть. Вот, нет, надо только этот пакет, где... Ну, и так далее. Мы уже миллион раз это всё обсуждали. Но это продолжается. Всё равно вот продолжается и продолжается. Это навед продолжать. Кому он говорит? Нет. Конечно же, люди понимают, что происходит ситуация. Но оборонная... Значит, сегодня что же? Сегодня нужно держать оборону. Не о каком там наступлении, о котором они тоже морочили всем голову. Какое наступление без превосходства авиации? Ну, не надо быть великим военачальником, чтобы понимать, что без превосходства авиации нет. Значит, сегодня тоже надо понимать, что да, оборону, наверное, украинцы выстрелили. Но им нужно будет её удержать ещё. И это надо относиться к этому серьёзно. Потому что русские успели наклепать много дронов. То есть, они посылают этих шахедов, они изменили, они их сделали лучше. Это для них на всё на это время было дано. А украинцы не смогут в следующие полгода-год наклепать столько же оружия, сколько русские могут. То есть, им нужно, значит, воевать умнее и хитрее. Значит, у них должна быть более современная, более продвинутая. Они не смогут наклепать миллион шахедов или миллион дронов за следующих несколько месяцев. Значит, им надо сделать что-то, что работает лучше, чем у русских. А это у них есть. Вот головастики здесь есть, которые могут это создать. Теперь нужно, чтобы это была помощь Запада, помощь с разных позиций, а не вот эти рассказы, что сейчас французы или бельгийцы, или кто там ещё, швейцарцы, зайдут на территорию Украины и снимут серьги из своих ушей, и распустят косички, и начнут здесь воевать с украинцами. Или учить украинцев, как воевать. Какой-нибудь бред такой из этого. То есть, нужно понимать, что завтра у русских не победить. Украинцам надо продержаться год. Там будем надеяться, что-то изменится. Не слушай, что кто-то кому-то чего-то сказал, и начинается паника. А вот всё пропало, Трамп придёт, он нас опять. Ну, прошло это в 2016 году, ну, прошло это в 2020, ну, сколько раз можно одно и то же. Ну, миллионы людей ведутся на это. Опять же, я виню только вот эту недобросовестную, некачественную журналистику. Вот я сейчас был на израильском лучшем радио Израиля, и опять же, они оставили вопрос про Трампа на последний. То есть, когда ты начинаешь говорить, нет, это фейки, время заканчивается. Каждый раз один и тот же трюк. И вот они мне говорят, ну, вот вы нам объяснили, Гарри, спасибо, что вы есть у нас. Что значит спасибо, что я есть у вас? Это ваша работа. Спасибо, что я есть у вас, а зарплату за это получаете вы. Объясняю я, узнаю это. А зарплату получаете вы. Здорово устроились. Ну, вот такая вот у нас недобро-качественная журналистик. И потом все время закончилось, бай-бай.